Украина в пятерке стран мира, где больше всего новых ковид-случаев. Как остановить рост заболевших и удастся ли украинцам выработать коллективный иммунитет? Об этом программе 5 вопросов. Я Олег Борисов. Здравствуйте. И с нами на связи Наталья Виноград, доктор медицинских наук, эпидемиолог. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте студия и здравствуйте нашим зрителям. Спасибо большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Уже, Наталья, как традиция, еженедельно мы с вами встречаемся в эфире и обсуждаем тему коронавируса в свою очередь, потому что, честно говоря, каждый день меняется статистика, меняется количество заболевших. Вот сейчас, к сожалению, на Украине в пятерке стран мира, где больше всего заболевших коронавирусом, к сожалению, бьем антирекорды так называемой смертности уже около 600 человек за сутки. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, в условиях этого месяца, этой недели, как живет Украина в вопросе коронавируса и как это остановить? Давайте поэтапно. Давайте с последнего вопроса начинаем. Остановить надо стандартными противоэпидемическими мероприятиями. Считаю, что мы ушли в эту тяжелую полосу по причине неполного комплекса мероприятий. Вакцинация, вакцинация, это, конечно, но если смотреть, любое эпидемическое осложнение малого масштаба, большего масштаба, возможно, остановить только при адекватном использовании мероприятий, которые входят в комплекс изоляционно ограничительных. Без этого никогда, никакая вакцинация никому не помогла в мире и не поможет. И почему? Главный принцип эпидемиологии для любого заболевания, ковид, не исключение. Найти рано случаи, закрыть эти случаи, чтобы дальше не пошло распространение. И тогда уже просматривать остальной комплекс мероприятий. В эпидемиологии никогда не бывает возможно даже на несколько дней вперед просчитать, а что мы будем делать. Главная задача всегда в реагировании на биологические угрозы, ежедневный анализ и принятие, соответственно, каких-то дополнительных исключений уже используемых мероприятий, как неэффективных, скажем, о введении каких-то новых в связи с меняющейся ситуацией. Вот мы имеем меняющуюся ситуацию. И почему? Если мы видим вот эту тенденцию, а тенденция, вы правы, она действительно крайне негативная, у нас еще такого не было. Давайте скажу, как есть, по темпам прироста. Понимаете, есть несколько параметров, которые в эпидемиологии крайне важны. Нам надо просмотреть, за какое время у нас сколько увеличивается или уменьшается показатели. И в данном варианте у нас критическое возрастание, то есть мы называем тренд, тенденции, у нас есть все, это считается математически, которые свидетельствуют о том, что мы упустили время, не ввели адекватные мероприятия, посему процесс пошел в таком направлении. Хотя, давайте будем реально смотреть, руководит процессом вирус. Сейчас появился новый вариант вируса. Сейчас я имею в виду как информацию, но явно он пришел на планету. Вот Англия нам сегодня очень дает большой блок информации об этом субварианте, как они его назвали. Он дельта, но он субвариант, который, к сожалению, имеет хуже параметры для нас людей. Он еще более быстро распространяется. И посему, с учетом даже этих 10 дополнительных процентов по контагиозности, мы имеем очень большой прирост в геометрической прогрессии. В таких вариантах должна была быть вовремя изменена тактика противоэпидемической защиты населения и территории. Говоря человеческим языком простым, а не нашим эпидемиологическим. То есть нужны были своевременно внедрены мероприятия ограничительные в организованных коллективах, в транспорте, или обсервационного, или карантинного плана. Все зависело от того, где, какова плотность населения и какова интенсивность эпидемического процесса. Кстати, вот касательно Дельты, вот недавно, с недавнего времени уже запрещено без сертификата вакцинации, либо же без цифрового сертификата вакцинации заходить в поезда и вообще в общественный транспорт и так далее. И вот буквально на днях отчитались о том, что не пустили уже более 30 человек, а остальных людей, которых просто тестировали экспресс-тестами, у них выявили 18 человек, выявили коронавирус. И эти люди вообще не подозревали, что они больны. Говорит ли это о том, что вот этот новый вирус, его первое время человек даже может вообще не чувствовать, но он уже потенциальная угроза для других в вопросе распространения коронавируса? Очень важный вопрос, очень важный. Сразу хочу сказать, что у нас не так много заболеваний, когда человек представляет опасность для окружающих, как источник инфекции, будучи инфицированным, не имея и клинической манифестации заболевания. То есть он выглядит здоровым человеком, он и чувствует себя так, и все у него пока так, но он уже распространяет возбудитель. К сожалению, именно это заболевание COVID-19 потому так быстро и идет в мире, что у нас случаи инфицирования связаны не только с больными людьми, то есть клинически это видно, но и с теми, кто абсолютно пока здоров. Но эти три дня перед началом болезни у человека уже представляет угрозу. И посему очень еще второй, конечно, момент, который мы должны учитывать. Человек вакцинирован, но он не защищен от инфицирования. То есть смотрим реально, у него есть сертификат, да, но он будет заражен. Он не умрет? Это иной вопрос. Но это уже клиницисты. А я как эпидемиолог понимаю, что он так опасен, как никто. Он думает, что он вакцинирован, маску не носит, дистанцию не соблюдает, он везде проходит, куда угодно, где сколько людей, у него же есть сертификат, а он нас заражает. Вот в этом и ответ, почему в мире не получается сегодня остановить этот процесс. И многие страны пошли вот тем правильным путем, не по сертификату вакцинации, а по наличию антигена, вот эти быстрые тесты. И все же здесь опять у нас вирус выиграл. Он изменился. И тесты, часть этого нового варианта не могут поймать. Вот где вопрос. Понимаете, мы не успеваем за изменчивостью вируса. И почему, давайте будем смотреть на ситуацию, как есть. Раз вакцина не защитила, человек заразился. Раз тест использовали, они нашли всех, как надо до одного, кто инфицирован. Что получается? Получается, надо делать очень жесткие ограничительные мероприятия. Никто никуда не ходит, никто никого не заражает. Пожалуй, это будет наиболее тяжелый. Это просто для экономики, для страны, для, знаете, даже для психики человека. Это мы устали. У нас слишком долго этот процесс. Но это пока иного пути нет. Вирус очень быстро приносит и привносит нам новые сюрпризы. И посему, пока мы не найдем вариант хорошей, правильной, адекватной защиты, мы вынуждены слушать и принимать решения, соответственно, к изменчивости вируса, а не к тому, как нам хочется. Спасибо большое, Наталья, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. В свою очередь, мы также напоминаем, что единственный способ защититься от коронавируса – это вакцинация. Вакцины по всей Украине сейчас доступны абсолютно в любых пунктах массовой вакцинации. Если вы хотите узнать, где именно находятся эти пункты, заходите на сайт Министерства здравоохранения Украины. Там все очень популярно расписано. Также записаться на вакцинацию можно через приложение «Дия» и через приложение «Хелс Ми». Спасибо большое, Наталья, вам еще раз. Напомню, Наталья Виноград, доктор медицинских наук и эпидемиолог, была на прямой связи со студией, говорили о ситуации с коронавирусом в Украине. Хотите получить больше информации? Подписывайтесь на наш Facebook, YouTube и Telegram канал. Там много полезной и оперативной информации для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok